Конечно, экшен, экшен. Пока мы просто читали, бред. Прошло время написать поэму, выбирая слова, которые по-твоему, соответственно, понравятся тебе. Ага, нечто может произойти с той, кому твоя поэма понравится. Ага! Ага, я выбираю слова. Окей. Смотрите, у нас есть... Почему-то здесь только три девчонки, но у нас же еще Сайюри есть. Так вот она здесь, Сайюри. Кого здесь не хватает? Здесь нет главный бабец. Главный бабец нет. Молоко, папа, недиспособный. Фейерверки, тьма, особенное бегство, игра, свадьба, романтика. Ну, короче, очевидно, что эта дура будет романтику любить и свадьбу. Это к ней. Тьма это сюда. Особенное, наверное, это сюда. Бегство это тоже сюда. Тьма и игра это все сюда. Молоко, фейерверки, папа, недиспособный. Давайте молоко выберем. Конечно же, молоко надо всегда выбирать с носками. Я вообще не считаю, что они могут быть... Необузданное молоко, пленное молоко, судьба, пузырьки, путешествия, молоко, анализы, страх. Ну, носки берем, как бы... Понимаете, я буду намекать, что девушка должна, как бы, убирать, готовить и при этом еще стирать. Вот, как бы, носки тоже выбираем. Так, ну и после всего этого, конечно же, ее ждет леденец. Относ. Ее ждет леденец. Мирное разоблачение, радуга, воспоминания, любовь, закат и грусть, резня. Что за хрень? Здесь ничего я не хочу выбирать. Почему после леденца тут какая-то такая грусть есть? Леденец, а потом молоко надо было. Ну, как есть. Чрезвычайный резня, закат. Не, ну грусть не должно быть. О, спасибо за подписку на канал. Сейчас я посмотрю, кто это. Кто это натворил? Кто это сделал? Собский! Опа! Камера на стримере, ничего себе. Камера на стримере. Разоблачение, ребят, потому что... Нет, разоблачение не годится. Существа. Нет, давайте радугу. Мне вот радуга нравится. Радуга после как раз леденца идеально зайдет. Облака. Ого, юбка. Надежда, сокровища. Что у нас там, радуга была последняя, да? Благословленный выходной. Щенок! Канали! Не, ну, я считаю, что радуга, она всегда громкая. Блин, нам, короче, долго думать не надо. Я смотрю, у нас там 20 вариантов еще надо найти. Ой, боже мой. Липкий. Липкий. Шоколад. Желанный. Покусывание. Суицид. Философия. Дурашливость. Что это так за слово? Я не знаю этого слова, поэтому я нажму дурашливость. Это, видимо, дурачество. Только дурашливость. Живучесть. Осквернение. Оживленная. Чистая. Спортплощадка. Прыг. Тревога. Кровать? Как я мог это не заметить? Огонизирующий. Тоже не знаю, что это такое. Ну, это, видимо, от слова агония. Подпрыгивает злость удовлетворения цветов. Водопад от счастья. Дыхание. Сердце. Похоть. Стыд. Тык, тык. Зефир в шоколаде. Помада. Я прочитал тамада сначала. Наушники. Сущность. Мышь. Печаль. Сахар. Аура. Вопрос. Прыгучие. Неконтролируемая трагедия. Вжух. И последнее. Выбор. Крутиться. Неотомщенный. Ваниль. Пушистое желание. Желание было же уже вроде, да? Видимо, она снова. Всучивают. У меня же такая последовательность выстроилась, что у меня встал вопрос. Так и должно было. Должно было встать после вот этой всей последовательности. В этом и есть вся. Пушистый. Пушистый. Не знаю, что у нас за история получится. Сейчас будем смотреть. Так, это Моника. Это... Здравствуй еще раз. Приятно видеть, что ты не сбежал от нас. Ха-ха-ха. Не беспокойся. Пусть это и странно для меня, но я, по крайней мере, держу свое слово. А еще я кексики люблю. Что ж, я вернулся. Я был последний, кто пришел сюда, поэтому остальные, похоже, уже были на своих местах. Спасибо за то, что держишь обещание. Надеюсь, это не слишком обременяющее для тебя. Затягивать себе с головой в литературу, когда ты к ней еще толком не привык. Эй, да ладно. Как будто он заслуживает поблажку. Саёля говорила мне, что в этом году ты вообще не хотел вступать в какой-либо клуб. И в предыдущем году тоже. Не знаю, пришел ли ты сюда драковалять или что-то еще. Блин, вот ее мне тяжело, мне надо голос ей поменять. Вот реально, вот ее тяжело, потому что это слишком низко для меня. Но если ты не станешь относиться к этому серьезно, тогда ты не увидишь здесь счастливого конца. Так, Нацуки, ты слишком много говоришь для той, кто держит в клубной комнате свою коллекцию порно, а манги. Нацуки замешкалась между словами Моника и Манга. Манга, это тоже литература. Будучи побежденной, Нацуки шлепнулась обратно на свое место. Не волнуйтесь, ребят. А, это другая. Не волнуйтесь, ребят. Всегда показывал себя только с лучшей стороны. Он помогал мне в подседневными делами, даже если я и не просила. Например, готовил, убирался в моей комнате. Ай, какой... Какой заботливый. Противный голос у Нацуки. Да. И меня она сразу не понравилась. Какой-то карлик еще без груди. Это опасный персонаж. Так. Это все потому, что твоя комната обитель беспорядка. И это отвлекает. И однажды ты чуть не спалила свой дом. Вы двое и правду хорошие друзья, не так ли? Я даже немного завидую. Что бы это? Ты и вы тоже можете стать прекрасными друзьями. У меня ее голосы меняются просто каждый раз. Там, ладно, истонка, она вроде остается истонкой. Как всегда с Юрией, похоже, даже не понимает, во что вовлекла меня. Юрией, даже принесла тебе сегодня кое-что. Ты знаешь? Подожди. Подожди, Сайюри. Почему ты с Юрией Сталином превратилась? Я говорю, у меня голос у меня меняется. Она у нас, это неопределившаяся личность. Ну, не стесняйся. Ты, это и правда ерунда. Да что же это? Неважно. Давайте показывайте уже. Раздувает от мухи слона. Что же делать? Прости, Юрия. А я не думал, а не подумал. Видимо, им придется спасать ситуацию. Не волнуйся ты об этом, Юра. Юрок, не волнуйся. Юрандий. Прежде всего, я ничего и не ожидал от тебя. Поэтому любой добрый жест от тебя, это приятный сюрприз. Я буду орать в любом случае. А можно назад перемотать, я там текст пропустил? Обычно можно было. Здесь почему-то не мотается. А, во, во. Беспокоиться бы. Блин, нет, это тоже вперед мотать, короче. Зря я мышка туда повел. Ну что же. Вот, Юрия достает из сумки книгу. Я не хотела, чтобы ты чувствовал себя брошенным. Поэтому я выбрала книгу, которая может тебе понравиться. Это короткое чтиво. Поэтому оно должно удержать твое внимание. Даже если ты не часто читаешь. И мы могли бы, ну, это, знаешь, обсудить ее, если хочешь. Как у девушки получается такой милый быть? Она даже взяла с собой книгу, которая, по ее мнению, может понравиться мне, несмотря на то, что я читаю не так уж и много. Спасибо тебе, я обязательно прочту ее. С энтузиазмом схватил я книгу. Фух. Что же. Ты можешь читать ее в своем темпе. Да, тогда я ее прочитаю к концу года. Буду ждать твоего бдения. Теперь, когда все расположились на своих местах, я ожидал, что Моника начнет деятельность клуба. Но, похоже, этого не будет. С Аюрией Моник активно обсуждает что-то в углу. А Юрия уже погрузилась с головой в книгу. Я заметил, как и интенсивно она увлекалась этим. Будто бы ждала этой возможности. А Нацуки тем временем рылась в шкафу. Фига, за 40 на стриме, где Виви? Ушел. Ушел куда-то. Фух. Фух. Я слышу, как Нацуки издает раздраженные звуки изнутри шкафа. Похоже, она чем-то там недовольна. Я иду к ней на случай, если ей нужна помощь. Фух. Чертова Моника. Она никогда не кладет мои вещи обратно на место. Что толку раскладывать всю коллекцию по порядку, если кто-то может прийти и все испартить? Нацуки издает кучу сложных книг и коробок по полке. Манга? Ты же тоже читаешь мангу, да? Ну да. Иногда. Манга — это одна из тех вещей, как признаться в любви, к которой не можешь, пока не узнаешь, как другой человек к этому относится. А как ты догадалась? Так ты же об этом говорил, дебил! Кроме того, у тебя это на лице написано. Да ладно! О чем это она? Ясно. Одинокий Том Манги стоит посреди разнообразных книг, на краю одной из полок. Заинтересованный я вытаскиваю его. Вот он где! Нацуки выхватывает его из моих рук, потом поворачивается в коробке с мангой и вставляет. Том ровно в середину между стальными. Эх, так гораздо лучше! Видеть полный сборник без одной книги так глаза режет! О, мне знакомо это чувство! Люблю вставлять между двух книг. Я присматриваюсь к сборнику, которой она восхищена девочке Парфе. Это серия, которую я никогда даже и не слышал. Скорее всего, это потому, что она не для моего возраста, или может потому, что она просто отвратительная. Если собираешься осуждать, можешь делать это через стекло. Вот той двери! Она указывает на дверь класса. Я никого не осуждаю. Я за равенство среди всех равных. Я даже ничего не сказал. Тот твоего голоса! Но я скажу тебе одну вещь. Считай это уроком прямиком из ЛК. Нельзя судить книгу по ее обложке. А вообще, Нацки достает первый том девочке Парфе из коробки. Я покажу тебе почему. Она впихивает книгу мне в руки. Я рассматриваю обложку, а там обнаженка! На ней четыре девочки в разноцветных нарядах стоят в женственных полях. Слушайте, я тут не шутил походу. Это такое Моэ. А что такое Моэ? Не стоит столбом! Бой! И... Нацки хватает меня за руку и втягивает в шкаф. Затем она садится к стенке. Чего? Под окном. Она хлопает по полу рядом с собой, указывая мне, где сесть. Разве на кровати не будет удобнее? Ой, на столе, прошу прощения. Я сажусь. На кровати не выйдет. В женственных позах-ка, да? Ну да. На столе их не выйдет. Так мы не сможем читать одновременно. А ты чё тут, чё за у нас это... Чтение на бордершафт. Эээ, почему? Так проще же сидеть будет друг к другу. Не говори так. Ты заставляешь меня чувствовать себя странно. Это называется взросление. А Нацуки скрещивает руки и отползает от меня на пару сантиметров. Извини. Я тоже не ожидал, что буду сидеть так близко к ней. Не могу сказать, что это что-то такое плохое. Открывая книгу... Только не говорите мне, что она мне выпала. Я хочу переголосовать. Потому что у меня голос к концу стрима тогда точно не будет. Потому что её очень тяжело читать. Я открываю книгу. Я просто думал, что меня сейчас всё равно с каждой из них познакомят. Она мне не выпала. Хотя, кто знает. Всего через пару секунд Нацуки снова приближается. Занимая оставшееся место. Надеюсь, что я не замечу. Моя это как кавай, типа девочки красиво нарисованные. А-а-а. Более устремлённая начать читать, чем я. Она пристально смотрит через моё плечо. Ого, как много времени прошло с тех пор, как я читала. А? Разве ты не перечитываешь старые тома время от времени? Если честно, нет. Может, когда-нибудь позже, после того, как я закончу серию? Милые, грудастые и неуклюжие. Ну, короче, она милая, но не грудастая. Эй, ты внимательно читаешь? Ну... Я внимателен, но ничего особенного не происходит, поэтому могу говорить и читать одновременно. Похоже, это про группу подруг старшим в школе. Типичная повседневка. Я их уже перерос, поскольку редко такое произведение достаточно развлекает, чтобы был незаметен недостаток сюжета. Так, что я должен из этого ожидать-то? Тут будет вообще сюжет? Очевидно же! Ты думаешь... Так, это она. Ты думаешь, мне бы это понравилось без сюжета? В смысле? Я поняла, о чём ты. Хочешь через прологу рассказывать о простых вещах. Ха-ха-ха! Это молодцы! Слушайте! Она просто... О, вот это... Вот это хорошо! Игра! Это плюс балл игре! Игра сейчас троллит нас с вами, потому что... Сука, это начало такое скучное, оно такое душное. Я же спотел уже, читая, а ничего не происходит. И нам, по сути, сейчас они говорят про то же самое. И говорят, чувак, ты читаешь это же говно! Большая часть пролога как раз рассказывает о простых вещах. Просто троллят нас. Например, тут забавная часть, где неодержимый парень в магазине мороженого. Но всё это помогает узнать персонажей. Да и вообще это очень развлекает. А дальше тут ещё всякая драма. Например, все эти предыстории, когда начинается романтика. Всё это делает её такой хорошей историей. Привет, Веспа! Не, её реально дико тяжело читать. Если у меня будет ещё выбор как-то уйти от неё, я уйду от неё. Просто ради своего голоса я её покину. Тут так много по-настоящему трогательных вещей. Правда! Звучит так, словно ты знаешь, о чём говоришь. Возможно, я тебя недооценил. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эээ, погоди-ка. Разве это должно значить? А? На суке легонько пихает меня. В поддых. Не, я имел в виду, что я ещё не видел всей твоей мощи. бросил девушку потому что здесь похоже это голова про выпечку это просто догадка но не многовато ли выпечки в одной манге что нацуки замирает на гляне словно она не желает что-то признавать не очень просто интересно ты ведь тоже любишь выпекать я например повар а знаешь какая у меня профессия так случилось что мне понравилось выпекать примерно тогда же когда я начала читать эту мангу будто я могла бы извлечь это полезно мне жаль те кто может мне жаль те кто может этим впечатлиться она вообще наркоманка точно не совпадение полагает объясняет интересно суки к выпечке и все равно из всех обе под подцепленных манги это определенно одно из лучших а что мешает поменять голос у тебя же алкаш стала боярским потом лукашенко не она здесь мы уже мимимишно сделали мне другого голоса мимимишного понимаешь я не могу сделать другой мимимишный голос так что теоретически мы можем ее сделать робот робот вот робота мы можем ее сделать но он будет тайной стонце потом похож к вечеру а если еще учесть что она в этом хороша какой я так кто и такой чтобы это судить воу-воу-воу полегче женщина блин вот сейчас реально я педобиром себя почувствовал чё она такая маленькая она перед этим не была такой маленькой сколько ей лет двенадцать это такое где александр кот когда он так нужен нет дайте повзрослее эту эту нафиг мы почитали вместе еще пару минут к этому времени закончил несколько глав ты уверен что тебе не скучно не смотря на то что ты просто смотришь как я читаю но как скажешь я думаю это должно быть весело делиться с другими тем что ты когда-то что ты вообще любишь мне очень нравится когда получается уговорить кого-то попробовать мангу которая мне по душе ты понимаешь о чем я выбрать из тонку и вы ее не понимаю что ты хочешь саха ты не понимаешь за и 12 лет она нихрена не понимать это не это не детектив вес под и такси завтра будет до завтра все верно завтра будет детектив тут из врачей я не виновата я вообще другое выбирал блин леденцы сладости это все бы сука я на нее попал ребят я сейчас осознал я-то выбирал леденцы и сладости сосать лизать мука молоко я все это выбирал потому что это были метафоры аллегорий так сказать к сексу и всего остальному но мы носок мы на выпечку попали в итоге это до конца горошки мы обречены с ней быть я осознал я думала она понимает что это аллегории она то возможно и понимаешь это аллегории это я и не понимал что игра не понимает что это аллегории я надеялся что игра это понимает что это аллегории мне самую взрослую дадут поэтому ясно это не откуда мне знать о чем ты разве ты не делился манга со своими друзьями ты не мог бы не давить на больное но у нее нет друзей а ну ладно извини как будто я могу заставить своих друзей это читать они думают что манга это для детей я думаю что ты ребенок я не могу даже упомянуть о ней когда они начинают ну типа ты еще не взрослый или бла 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 как врезала бы да я знаю таких людей если честно сложно найти друзей которые не станут это осуждать вещи найти тех кто тоже это любит я уже вроде как неудачники видимо меня притягивает к другим неудачникам должно быть это еще сложнее для того для кого-то вроде тебя погодите-ка что да я ничего не понимаю даже не могу держать пангу в своей комнате даже не знаю что сделал бы отец а папика тоже нельзя было выбирать если бы он нашел это по крайней мере в клубной комнате она безопасности разве что моника ведет себя как дура из-за этого весь мир против меня но это же стоило того да смысле вот я сижу читаю по крайней мере тебе же нравится смотреть как я читаю а это это смех типа а то у меня смех какой блицкран к получился да 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 очень внимательно я переворачиваю страницу а там член нацуки внезапно рассмеялась потому что это была фотография моего члена судя по всему я совсем об этом забыла нацуки показывают пальцем на один из фреймов эта картинка для этих для тех кто знает только русский минорий а минорий мой любимый персонаж я всегда немножко жаль потому что она такая невезучая все станут совсем плохо когда рано об этом говорить споли раз ты просто дочитай голову голос нацуки наполнена восторгом такого контракта контраста блин контраста с ее обычным командным голосом если она привыкла не привыкла делиться любимым англ с друзьями я могу понять почему всем привет весь веб кс совсем другим представлял ну ты даешь сложно описать словами это чувство когда ты так соединяешься с кем-то дать нацуки для которой эта редкость возможность сделать это посмотреть как я читаю это мысль заставляет меня немного улыбаться про себя ура спасательный круг может нам дадут шанс уйти другим девчонкам это моника и так ребята вы нашли ваши поэмы готовы извини должна была убедиться что у нас хватит времени хотя я погляжу вы тут уютно устроились нацуки внезапно замечать как близко на ко мне сидит и что ее рука у меня на коленке а моя рука у нее на груди она резко отодвигается на добрых двадцать пять метров от меня хорошо тогда я становлюсь на этом месте я закрываю книгу и передаю нацуки кидаю в нее так как она далеко теперь сидит ты просто возвращаешь ее назад я тебе не хочешь узнать что произойдет дальше а ну это как бы да но ведь моника только что сказала не тупи просто возьми домой о чем можно было так я спросил это потому что и не планировал тратить свое бедное время на чтение хорош хорош просто приходит разкомнадзор и знает что нацуки лет десять да но по той картинке лет двенадцать на этой картинке ну 16 лет не можно назвать ее конечно если не возьмешь ее домой уйдет вечность на то чтобы закончить читать только дачи то это до завтра чтобы мы могли начать новую к тому же если погнешь ее я тебя убью так может тогда до завтра тогда может я прочитал только часть дома скорее всего я пропущу несколько телепередач из-за этого блин я пропущу спокойной ночи малыши и чё там еще телепузики но учитывая какой персонаж ему нравится то это то что наш герой смотрит полагаю это вынужденная жертва обменно пылающий энтузиазмом лицо нацуки я напуган тем что будет со мной если я не закончу читать ну ладно я встаю я возвращаю к своим вещам и осторожно кладу книгу в свою сумку кстати говоря вы не забыли прошлом вечером написать ты это уже спрашивал ты тупая что ли не я не играл темп 57 это второй день насколько я понимаю здесь дней нет вроде сверху но сколько я понимает второй день моему отдыху пришел конец не могу поверить что я согласился сделать что-то настолько смущающе или мог достаточно вдохновиться поскольку никогда не занимался подобным раньше что раз уж все готовы почему бы не поделиться с ними вспомнить ее голос поэтому она у меня будет крикливом у лукашенко саюри и моника с энтузиазмом нашли свои поэмы и достали поэма саюри была на помятом листе в руку нам из туалетной бумаги чё там что за дня тут происходит то что как ты можешь ругаться будет кайф скоро конечно будет с другой же стороны моника написала свое в тетради для сочинения я же я же вижу ее аккуратный почек со своего места нацуки юрий не хотя начали копаться в своих рюкзаках я сделал то же самое так кому я должен первым очередь показать свою поэму короче насколько я понимаю у нас есть в этой игре только одна правильная концовка где-то я знаю по гуглу но я уже иду неправильно поэтому будем гнуть на свою линию дальше если мы хотим гнуть свою линию то очевидно что мы выбрали нацуки уже потому что нам имени история с ней было и эту сделали но могу ли я еще исправиться вот в чем вопрос но если я могу исправиться то я бы отдавал юрки это саюри это лукашенко который у нас какой возрастной диапазон у новелла 18 плюс кстати говоря если ты не знаешь на угрин это новелла которая перевернула новеллы и по сути вернула их к жизни 2015 года игра она бесплатная в стиме на английском языке русификатор можешь найти где угодно и получилось что она ломает стереотипы всего что здесь происходит из-за этого все новеллы перешли вот на такую тоже тему и плохой вкус я не хочу лидерш убрать я хочу взять стесняшку стесняшку мордашку с третьим размером зачем мне брать лидерш эти голосом хоть может нормально разговаривать но ее голос и эротичные а там из тонко будет нормально а все еще предлагаю брать из тонко с каких пор пухляшка стримит свеку воу-воу-воу-воу-воу чё там за грубости пошли так вот просто еще сам не понимаешь чего я сам не понимаю давайте гнуть дальше нашу линию тогда будем добивать нацуки и и все вчера я наговорил нацуки что мне интересна ее поэма справедливо будет если я вначале покажу ей свою смотри и ширинку растягиваю подожди не ори на меня латышский стример почему почему я решил рыжий а ты рыжий дальше нам сам вам привет от рыжих с кисточкой рыжих с кисточкой чего я пытаюсь понять это может быть каком-то стриме у меня было а рыжий с кисточкой рыжий с кисточкой это подождите это ама дремка это ты что ли клок вир и чтуки и там адремка походу ребят клок век потому что и модератор и все остальное все совпадает это неужели наша польская подружка вернулась то что рыжая только она была а вот кисточкой не совсем понял блинче так быстро еще больше подсказок дала привет тебя давненько я тебя не видел с новым годом до все кто только только пришел и пропустил поздравление новогодние она лежит на ю тубе найдете там легко поздравление а что касается прошедшего праздника вот всем вам поздравление свое кидаем так нацуки перечитывает мою поэму не хочется давать тебе свое мнение чего как и тогда смысл показывать их друг другу я писал ее хотя я мог и не заниматься этим и делать что другое на самом деле помощь я говорил что хочу читать твои поэмы так вот пошло нахуй коза ладно этот стрим 18 плюс нельзя чтобы становиться поэтому надо запекать это запекайте кто сможет об этом я и думал когда писал это я хочу помочь тебе почувствовать себя достаточно спокойно чтобы ты показала свою как сказала моника я не думаю что мне было бы легче показать свою если бы твоя была плохой ой ты должен был показать мне какой-нибудь тупую поэму и заставить меня сказать типа ха она мне не очень хороша давай покажу тебе что такое настоящая литература ну так я так все и сделал вроде бы удар у малышонного если точно переломала точно пропаем идет речь да то есть перефразирует ты говоришь что тебе понравилось нацуки подавилась фразой ничего не понял да я же сказала что тебе не надо объяснять всему миру типа ты такой важный чего уверен что этого ты точно только что не говорила сказал я по большей части самому себя нацуки похоже ненавидит меня или что-то вроде того никак не пойму хорошо это или плохо что ей понравилась моя поэма в любом случае тебе все еще нужно показать мне свою поняла показывает только потому что меня заставит бойника не сияй тебе не покажу сама у тактики тут что-то интересное что это за херня орлы орли могут летать обезьяны могут карабкаться сверчки могут прыгать лошади могут скакать совы могут рыскать гепарды могут бежать орлы могут летать люди могут пытаться но на этом и все нет мне не понравилось чувак вот он за меня отвечает мне не понравилось две буквы n и девочки могут читать мангу да а если честно я говорю честно а еще хочу тебе в трусики залить судя по всему потому что ни один уважающий себя человек не сказал бы что ему это понравилось почему ты а да почему ты считаешь что мне должно было это не понравится пойму с глубоким смыслом с глубоким разрезом да потому что школе все считают что манера письма должна быть утонченной и все такое поэтому произведение даже всерьез не воспринимают разве смысл поэм невозможности самовыражения твой стиль не делает посыл менее вязким веским вязким косяк перевода поем на английском это можно перевести как стих а тут поэмы но да 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 ну как стих и даже как стих это прям как из этого фильма бой с тенью прямо в сердце озвучка отстала от удара тут эхо как в этом стихе короче да я устал ее читать уже она такая душная как все вокруг меня делают потрясающие дела может меня огорчать поэтому я решил об этом написать я тебя понял то есть ты хочешь карабкаться как обезьяна летать как орел скакать как лошадь понятно а еще один плюс простого стиля это то что игра слов становится более значимый наподобие того что я сделала всю рифму в конце специально ее обосрала оборвала да было написано тебе хватит выдержки проходить это нет конечно это помогло раскрыть чувства последней строки то есть ты полагаю ты вложила туда больше чувств чем я ожидал вот это и значит быть профессионалом да я рада что ты узнал что-то новое мне же там подобного от самой младшей наверно я решаю подыграть ей меня не очень волнует сколько кому лет но если для нацуки это повод гордиться я не буду этому мешать не ты просто неправильно воспринимаешь этого персонажа должна быть более стервозным произношением и нет как это я правильно ее воспринимают так а мы дальше отдавать давайте к юрке пойдем к истонке наши юри смотрит на поэму прошла уже минуту более чем достаточно чтобы закончить но учитывая что она истонка для нее это было нормальное время ой прости я забыла начать говорить вот так кто там нас темп 57 здесь я идеально угадал кому какой голос дать да вот здесь я идеально зашел это чистая станка просто забыла ребят бывает такое то это нормально не волнуйся то не я просто не знаю как выразить свои поисли словами подожди так это твой первый раз ведь так да мой первый но с тобой ведь почему ты спрашиваешь просто я в этом уверена я догадалась об этом после прочтения значит все настолько было плохо в первый раз нет я только что повысила на тебя голос да ой прости пожалуйста юрий закрыла рука руки лиц руки лицами лицо руками я не мог не заметить что прошло несколько минут и так ничего и не произошло возможно юрий требуется привыкать к новым людям все порядке я действительно ничего не заметил что ты сказала а а так что а м просто существует специфические особенности характерны для новых писателей и пройдя через это я научилась их распознавать я думаю что самая заметная вещь которую я нахожу в новых писателях заключается в том что он и стараются сделать свой стиль очень продуманным другими словами они как правило выбирают стиль письма отдельно теме и затем собирается все вместе в итоге получается что и стиль слаб и написание не очень вразительно как только юрий собирается мысли в ее поведение полностью меняется вот я тоже так же сделано она не заикается разговаривать словно эксперт конечно это не то что нужно о чем нужно сильно беспокоиться существует так много разных навыков и приемов которые можно использовать даже бла-бла-бла-бла а не только найти довольно сложно это я бы так и слышал и займет некоторое время шабжа-бжа-бжа испытали много я надеюсь что остальные клубе дай даже я бы так и еще слышал ты нудная-то душная ты нудная а суки может быть немного предвзятый но предвзятый что как где так не бери в голову я недовольна ой я недовольна она недовольна это точно я не должна говорить такое о людях прости да ладно все хорошо я не уверен извинялся ли юрий перед собой передо мной или еще перед кем ты не возражаешься след значит сейчас прочту твою поэму хорошо я бы хотела поделиться своими мыслями юрий мечтательно улыбается будто ей на редко предоставлялась такая возможность это выглядело забавно в конце концов это ведь литературный клуб призрак при свете концы волос с моих янтарных блеском промелькнули омовение должно быть так последний уличный фонарь уже давно замкнули последний незамененный противным оттенком зеленую синеву я отмываюсь спокойствие ты это типа не знает и стих или что это херня какая-то вдыхаю воздух настоящий былым покуда я живу мерцает свет ему мерцаю я в ответ ничего не понятно прости у меня такой ужасный почерк что я не думал об этом но ты ведь не дочитал это право да я не дочитал я просто не часто читают что-то написано это руки мне кажется что у тебя симпатичный почерк но это утешительно к тому же мне понравилась поэма но он всем будет горящим по раз 3 лучше был лучше бы алкашка на лукашенко 4 звучит баба маньячок да привет привет тебе не обзывай так его кого баба маньячок она хоть и короткая но очень своеобразная она не она не слишком короткая обычно я пишу более длинная да ладно нормально я очень рада что тебе понравилось буду откровенной так как мы показываем их друг другу впервые я хотела написать что-то полегче что-то легкое для восприятия наверно тебя нравится призраки юрий отчего а призраки просто на самом деле история вовсе не призрак где вообще там призраки были мой персонаж идиот правда должно быть я полностью упустился это точно то было еще продуман давение ветра промывания на пляж сходила и написала поэму что уж по всей видимости ты просмотрел ее бегло не забывай о том что поэты в своих работах выражают мысли чувства и пережевывания это значит гораздо больше чем просто история или образ а в данном случае возможно герои поэмы чисто символически сравнивается с призраком то мячусь в привычных местах не имея возможности а пусть отпустить прошлое и вскоре остающийся нищем пугает меня получается гораздо мрачнее серьезно если так посмотреть я даже в этом не подумал впечатляющим ничего такого правда что ж я рада что ты так думаешь то плюсы из тонку в два раза сильнее юрий какая-то замороченная видит что там где ничего не до просто помню что скоро и у тебя это она же читает просто помню что скоро и у тебя может получиться такого и да наверно ты права я считаю что мне стоит продолжить пытаться я рассчитываю на т.б. так осталось у нас клукашенко в конце пойдем гол коротики хорошо проводишь время да хорошо рада слышать кстати ты как так как ты новенький и все такое если тебя когда-либо предложение буду для клуба вроде новых занятий или вещей которые мы можем делать лучше я всегда заслушаю не беспокойся предлагать что-то это хорошо что-то новое мне всегда нравится понятно понятно я запомню конечно же не собирался ничего вообще делать подобного хочу кексики мне гораздо приятнее просто плить плить по течению до тех пор пока я не приплеву а в любом случае хочешь показать мне свою поэму немного смущает на видимо я должен не бойся ты знал что нам всем немного неловко сегодня это все потому что мы без одежды о поездах резко вот это поворот оказалось что мы все без одежды но это тот барьер который мы вместе скоро научимся преодолевать да да это правда я передал моника свою поэму мне понравилось чё правда гораздо милее чем я предполагала но боже нет нет я пока не могу просто ты тонкие от и тонкие от и тонкие от с тонкие отойти из кори поэтому так получается кажется это нечто подобное могло написать над суки она прям намекнула нам что это мы пошли по версии нацуки про сладости и так далее и она тоже очень хороший и она тоже очень хороший писатель так что прими это за комплимент но есть ты так считаешь что ладно ты читал что-нибудь из шелла сильверштейна очень давно читал конечно уже забыл тебе три годика дебил он известен тем что может лаконично написать любую историю его поэма могут быть писал милым и даже и иногда в них всего несколько строк кажется что их писали для детей но если внимательно вчитаться они могут выражать взгляды относящийся к любому понятно понятно и быстрее хочешь сказать что нацуки пишет именно так вроде топал а еще совсем я эксперт но ее поэмы всегда очень содержательные там много глаголов было это я запомнил их может быть легко читать но добраться до смысл бывает супер сложно теперь понятно почему ты решил узнать поближе этот стиль да да уверен я что именно так я решил пройдет время прежде чем я определюсь тем что мне больше всего по душе нормально люблю смотреть как ты пробуешь новое а ну да нужно дольше знает это лучший способ найти стиль который подходит тебе лучше всего кажется все немного пристрастно к стилям похожим на свой но я всегда помогу тебе найти тот который понравится тебе больше всего она намекает что она не то будет девушка которую можно будет выбирать а только мы между теми тремя будем выбирать но ты если читать вот эту вот историю как намек идет в игре что она нам будет помогать выбирать одну из трех это просто блин сраный текст который никому не нужно вряд ли даже в клонаде не было сраного текста я думал это стример молодой да он молод и прекрасен чем тебе не нравится все сломано так что не заставляйте описать так как хотят другие мне нужно пытаться впечатлить или вроде того хочешь теперь почитать мое давай не бойся я не хороша в этом ты звучишь слишком уверенный в себе для человека который в чем-то не хорош ну поэтому что мне нужно звучать уверенный в себе это же не всегда значит что так и есть понимаешь понять понятно но тогда прочитаем ее вау дыра в стене я помню к фирм вадим порно так начинался бля об английской версии там так и было да болен тут лучше 22 даже это так это не могла быть я видишь откуда выступает шпаклевка шумный сосед разгреванный друг меня не было дома не узнаю я я осматриваюсь глубже чтобы найти чтобы тайно развязать веревку нет я ничего не вижу ослепшая кружусь как оставленная на солнце кинопленка но слишком поздно мои глаза на них уже выжжен бессмысленный образ это было всего лишь дырка она даже не ярко она слишком глубоко дара бесконечных решений теперь я понимаю что смотрела не вовнутрь осмотрела изнутри и на той стороне смотрел вовнутрь понимаете тут как бы есть вот здесь есть посыл вот я я чувствую этот посыл девушка нам рассказывает так сказать своих приключениях и своем жизненном опыте и что она на самом деле думала что она смотрит внутрь но на самом деле смотрел изнутри и растянулась навсегда так вот давайте дальше и так что думаешь моника я думаю нам есть о чем с тобой поговорить она очень свободной формы или как там правильно это говорить прости не совсем тот человек от которого ждут критики порядке да этот стиль приобрел популярность наши дни во многих таких поэмах делают акцент на ритмичности слов и строк когда декламируешь слух может получиться мощно что а что тебя вдохновила на ее написание знаю как правильно выразиться но можешь считать что недавно у меня было прозрение так а где тут эстония тут и не было эстония вы чего тут сложная эротика была уже такая игривая эротика это немного повлияло на мои поэмы прозрение что-то вроде того мне немного не по себе говорить о таких глубоких вещах поэтому а потому что мы так резко начали возможно продолжим пустого как мы все подружимся сильнее так или иначе вот тебе писательский совет дна от моники совет на psdm иногда когда пишешь поэзию или прозу твой мозг может слишком сильно зациклиться на чем-то одном и если ты слишком долго будешь пытаться сделать ее лучше совсем никуда не продвинешься тогда заставь себе написать что-нибудь а потом отредактируй можно сказать и так если держать ручку в одном положении слишком долго то на бумаге у тебя получится лишь чернильная лужица так не надо попить и смотрим темп 57 никак не может угомониться темп мы сами разберемся найдем как пройти игру не волнуйся горло начинает немножко подсаживаться чем мы разберемся ребят поэтому а ты это на моника поэтому просто не стой на месте оплыви по течению это мой совет на сегодня спасибо за внимание кому я должен показать свою поем следующим никому ладно идем к лукашенко хорошая поэма ты точно раньше не писал ну да ты знаешь не сказал бы что она уж прям хороша разве похож на человек который свободное время пишет поэмы видимо ты прав вот почему меня так поразило но если честно я боялась что ты восприберешь это всерьез или что ты вовсе не будешь ее писать я действительно рада что ты ее хотя бы дописал это напоминает о том что ты теперь настоящая часть клуба то есть ей вообще плевать на то что я стою прямо перед ней в клубной комнате а ну да 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 конечно а еще не совсем теме что это значит что я не сдержу слова переш все как я сказала раньше ты знал что в глубине души ты не эгоист делать что-то ради других только так так поступает только действительно добрые люди спасибо саюри не уверен в том что саюри видит полную картину моих мотиваций это за кексиками пришел двойцы получила ты ну и ладно получаю удовольствие все нормально я вообще все уже понял уже все понял я уже прошел игру лукашенко из гомеля да но опять же не могу отрицать что она одна из причин почему я здесь и если учесть как много это значит для нее и все такое блин она не дала мне ты говорит про себя обязательно прослежу за тем чтобы ты здесь получил максимум веселья хорошим так я собираюсь отблагодарить тебя хорошо я тогда сделаю то же самое для тебя ура сейчас прочитаешь мою поэму я волнуйся у баряне так уж хорошо выходит но посмотрим дорогое солнышко когда ты это ответишь светишь глаза мне кажется да когда ты светишь глаза мне каждое утро мне кажется что мы скучали по мне чтобы встала скорее мой лоб ты целуешь прогоняешь сонливость с глаз моих блин хочешь чтобы вышла я поиграть доверишь дождливые дни мне прогнать небо голубое я смотрю вверх это секрет но я тоже доверяю тебе унес рифмы и большие проблемы если б не ты я бы вечно спала но я не в обиде я бы завтрак предпочла и помню самое хреновое что я прочитал за все это время с юрия это просто догадка но ты отстой ты ждала до утра чтобы написать эту поэму есть немного на вопрос подразумевающий ответ да или нет я забыл записать вчера вечера вот и все ну по крайней мере это немного поднимает мою самооценку начнем с того что это перевод так не это да ну в переводе что же можно было рифма сделать тем более там несложная рифма даже когда я читал мне в голову шли слова которые туда надо было добавить не будь врединой я старалась ах да я имею ввиду то что поэма ой слушайте они наоборот я не имел ввиду том что поэма плохая она получилась милый или как же сказать то очень похоже на тебя правда ты чё меня оскорбил падла правда в особенности это последняя строка я приготовила яйца и тост несмотря на то что ты опаздывала в школу вредно пропускать завтрак картошечкой аренда только волосатые коленки показывал это за соточку ки я кстати никогда волосатые коленки не показывать не надо ля-ля ты не надо ля-ля только котиков ой я становлюсь капризный полагаю здесь нет смысла спорить в любом случае спасибо за то что поделился со мной было весело манике вышла а у борьбики вышло лучше всего а почему он согласился но да на самом деле еще вспоминал все четыре которые были у моники вышло лучше всего до встречи раз я для забуду и напишу самый лучший пойму на свете уже жду с нетерпением думаю это все я глядел комнату кажется это немного более напряжно чем я ожидал как если бы все начали обвинять меня в своих несовместно да несомненно подсредственных писательских навыках даже если они будут относиться ко мне с пониманием нет никаких шансов что мои поэмы смогут соперничать их поэмами а он нашу не показал чем мы написали то это ведь литературный клуб как-никак я вздыхаю полагаю я сам позволил себе в это втянуть другом конце комнаты саюри моника счастливо болтали мой взгляд упал на юрика и на цуки они робко обменивались листами бумаги со своими поэмами в то время как они читали я наблюдал за каждым изменением выражения их лиц на цуки расстроена пустила брови в то же время юрий улыбалась грустью ты что-то сказала пренебрежительно одной рукой положила поэму на стол плакая можно сказать что это довольно причудливо спасибо а твоя милая ты полностью проглядела символичность или что проглядела до явно же это речь о чувстве обреченности там просто животные и кто что делает было написано какая обреченность как это может быть милым я поняла это я просто имела в виду этот стиль я считаю я просто пыталась сказать что-то приятно я пошла нафиг и за волосы их хоть сказать что тебе пришлось настолько потрудиться чтобы сказать что-то приятно о боже ты мой так в такую стерву она потом превратится ребят если уже в этом возрасте начинает приставать другим девчонкам спасибо но в итоге пошла не очень-то и приятно я имела твой стиль но у меня есть парочку советов спросила бы кого-то кому на самом деле понравилось а такие есть кстати говоря иди сюда они она про саюри говорит блин меня тоже сюда приписали поэтому я сама с радостью дам тебе несколько совет для начала прошу прощения оценю твое предложение но я потратила много времени для создания закрепления своего стиля а твой стиль я имела я не собираюсь изменять его ближайшее время если конечно не найду нечто особенно вдохновляющее чего пока не случилось что и мою поэму он тоже оценил блин он даже и сказал что был ей впечатлен твоей он был впечатлен я не заметила что ты настолько хочешь впечатлить нашего нового участника это он это что я ты ты просто юрий также вскочила может тебе просто завидно что он ценит моё мнение больше чем твоё ха 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 с чего бы ты это решила он не ценит тоже общее мнение ну ладно там по другому сказано что он не ценит моё мнение больше настолько самоуверенна дрянь я нет если бы я была самоуверена я бы осознанно из кожи вон лезла чтобы делать все что я делаю чересчур милы блин еще одна пробежала лукашенко все в порядке и и свалил ладно а нет ладно знаешь что по крайней мере я не то чья грудь магически выросла на размер с тех пор это допинг это самолет нет это push up 1 стрим идет четыре часа не он идет час сорок ну именно вот эта игра так стрим идет четыре часа мельдони да нацуки не поли контору грудью свароста русс на суки это это суки это немного мне просто не нравится ссоры только виде девушки внезапно повернулись ко мне как если бы они только что заметили что я стою здесь она просто пытается выставить меня в дурном свете можешь потрогать это все настоящее это неправда это она начала если бы она смогла преодолеть себя и научиться ценить этот простой стиль то всего этого бы вообще не произошло какой смысл делать свои поэмы запутанными без причины смысл должен сам идти дойти до читателя не нужно заставлять искать его в этой игре и суицидники не знаю пока помоги я это объяснить подожди у нас есть повод использовать такие глубокие выразительные слова в нашей речи это действительный способ передавать комплекс чувств и смысл наиболее эффективно избегать их не только бесполезное ограниченное себя самого но и просто расточительно ты ведь понимаешь это так но чё они ко мне пристали как вообще оказался втянут в этот конфликт не то чтобы я что-то понимал вообще в писательстве но та с кем я соглашусь будет лучше обо мне мнение опа а вот это интересно подождите а нам просто так поставили их обеих или тут в этом загвоздкой было то есть может быть в моих вариантах которые я давал своей поэме есть и нацуки и юрия я же потом специально юрий выбрал 2 лукашенко я выбрал самый последний то есть ее вообще нет смысла звать она нам уже никак не поможет понимаете да ну то есть исходим из того что я когда выбирал слова у меня получились немножко юрии очень много нацуки но и возможно там пару слов я к тем попал девчонкам но надо юрию тогда здесь в поле ну это как-то не то это сразу нацки порежу просто может так и получится что я вообще тогда запарю линию нацуки а с юрием не недостаточно очков набрано но точно не к саюри это вообще бесполезный вариант просто здесь сто процентов я могу пойти по этой линии из-за того что у меня слишком много было сладкого и еды а что у нее может быть подождите какие там слова еще выбирал всякие безмятежность гнев и все такое я вообще не выбирал в этом не было никакого смысла то есть я пытаюсь помнить какие слова я там выбирал я просто боюсь что если сейчас так вот сделаю то мы сюда больше не вернемся и вообще у нас будет конечная история в жух определенно да в жух еще было у меня там было 22 эмоциональных но это это понятно кстати эмоциональные слова не должны были идти для саюри а у этой все длинные слова типа безмятежность неопределенности так далее это все к ней на этом таких слов ты не выбирал дайте не буду здесь сохраняться знаете почему я не хочу идти на нацуки потому что это читать ее тяжело ладно чего я нацуки выбрал ребят я промахнулся что ли как я мог промахнуть нацуки сверху юрий была вторая ты дурак я же нацуки выбрал какой смысл тогда давать мне варианты ответов когда он все но говорит юри а он скорее всего сейчас кажется действительно талантлива но она сейчас все исправится тогда во все фухи я уж это это просто кидалово было это тролль игра сраный тролль игра вот я уж испугался что я промахнулся я считаю так я напряг голову пытается собрать собраться с мыслями я считаю что передать чувство используя лишь несколько слов действительно впечатляюще это дает волю воображению читателя и поймал нацуки действительно хорошо с этим справилась да и правда ведь это показывает но нацуки я думаю хватит уже мне тут нагрубила она стал истерично послушай кошка может мяукать кошка может мяукать и поэма нации но поэма нации фуфло да я иду из того что я хочу до пройти понимать у меня челлендж вообще-то пройти игру за стрим поэтому я не могу выбирать ту версию где иду концовки которая приведет нас к не окончанию то чем мы говорили вчера было верным писательство и правда очень личная вещь и делиться этим с кем-то может быть трудно похоже мы уснили это сегодня атаку урок пройден даже небольшая критика может привести к чему-то серьезным так что девочки давайте дружить целуйтесь и раздевайтесь я глянул за свое плечо саюри одобрительно кивала да поэтому я считаю что тебя пытаются не считаю что тебя пытаются обидеть ты прекрасный писатель нацуки нацуки звучит удивленной спасибо за признание наконец пробормотала она едва слышно юрка юрка подавленно смотрела на меня глядя на нее я ничего не мог сделать мне лишь очень стало ее жалко я уверен что нацуки не хотела тоже такого сказать поэтому тебе тоже не стоит обижаться что что же если ты так говоришь тебе не нужно извиняться за меня я на счет может прекратить и пилиться на меня вы все не удивительно нацуки сложнее справляется с этим нежели она считала церемоника отвели взгляды короче насчет твоих грудей я не имела ввиду это ладно все на твоем месте нацуки отвернулся избегая зрительного контакта с кем-либо это алкоголичка пришла да ты безусловно красивая юрка саюри я пойду сделаю чаю я просто пытался пыталась помочь я уверен что она ценит это саюри я похлопал ее по плечу а и так теперь когда с этим разобрались все прочитали поэмы друг друга надеюсь для каждого это был ценный опыт особенно для тебя и честно говоря это изменение к лучшему а ты а то мы привыкли тут без дела сидеть а значит выступление клуб ответственно за разрушение атмосферы нет вовсе нет ты не прав у нас еще осталось время до ухода домой поэтому думаю нам всем можно немного расслабиться разумеется кроме болтом не мы занимаемся делами связаны с литературой в клубе что за дела поэтому ты можешь воспользоваться ситуацией выбрать какую-нибудь книгу или заняться писательством конце концов для этого клуб и предназначен парика я не согласна с чем это самая важная вещь литературном клубе самая важная вещь это веселиться конечно я веселюсь когда у людей нет ног и когда кровь сочится язык глаз но мы эту евелинку до этого на youtube выложишь или тут войт сохранится войт сохранится вк войт сохранится на твиче на youtube я буду частями выкладывать ну там будет 1 2 3 вот так вот что же полагаю поэтому ты и вице-президент а блин то моника что же полагаю поэтому ты и пицца президент нет стоп конце концов все-таки моника была права будучи в литературном клубе я теперь не смогу просто тратить свое время пустую но в итоге думаю это того стоило и так ребята похоже время расходиться как ощущение от обмена поэмами весело оно того стоило было неплохо но и в основном а насчет тебя да это уж так считаю было приятно обсудить это со всеми вами здорово таком случае папа в таком случае повторим это завтра и может быть ты научишься чему-нибудь от своих от твоих друзей и тогда твои поэмы станут еще лучше столько удачи и по крайней мере смогу впечатлить тех кого захочу готов идти домой до лучезарно мне что действительно много времени с тех пор когда я савелью проводили столько времени вместе не сказать чтобы мне это не нравилось саюрка насчет произошедшего ранее о чем ну знаешь между юркой и так сцепились я клянусь они прекрасные люди ты ведь нет ты ведь ненавидишь их теперь да нет не то вообще пофиг я просто хотел услышать твое мнение вот и все я понимаю почему так даже дружилась с ними фух знаешь что а знаешь о прекрасно что я могу проводить время в клубе ладно не будем ее украинка еще делать лукашенко украине но я считаю что видит так как ты проводишь время со всеми делает меня гораздо счастливей и думаю что счастливыми ты тоже станешь каждый день будет веселым похоже саюри все еще не поняла в какой ситуации оказался конечно дружить со всеми прекрасно но действительно ли мне это нужно что же как сказать что уготовила на будущее я похлопал я по плечу а как видео называется ли это в этой трансляции какое видео о чем ты а там skyri что-то тебе кидает я больше сказал я больше сказал это самому себе нежели ей но используется или для душевного монолога мне всегда было легче хорошо